Ваш сын попал в аварию, сбил человека, срочно нужны деньги. Звонки подобного содержания стали часто поступать жителям Нижегородской области. Звонят, как правило, на домашние номера, рассчитывая попасть на пожилых людей. Деньги у своих жертв аферисты забирают с помощью посредников. Водителей такси, используя их вслепую, под предлогом помочь бабушке или дедушке, которым сложно разобраться с банковскими переводами. Таксисты, ничего не подозревая, берут денежные средства, переводят на счета мошенников. Соответственно, мошенники для так называемого беспокойства просят таксистов оставить себе определенную сумму денег, для того, чтобы те тоже не остались в накладе. И, соответственно, таким вот образом похищают денежные средства. Телефонные звонки – самый распространенный канал работы мошенников. Вам могут представиться сотрудникам службы безопасности банка или полицейским, назвать имя, фамилию и другие контактные данные. Номер звонившего может в точности совпадать с официальным номером банка или полиции. Всё это не повод безоговорочно верить человеку на другом конце провода. Ни в коем случае не надо с ними продолжать общение, не передавать никакую личную информацию у вас, ни фамилии, имя, отчество, ни номера, карт, ни, соответственно, любую информацию. Банковские работники вам звонить не будут. Если какие-то вопросы вам нужно решить, обратитесь лично в отделение того банка, где у вас открыты счета. Не стоит также пытаться разыграть, либо проучить эфиристов самостоятельно. По невнимательности одурачить можно самого себя. Саровчанке позвонил машинник, представившись банковским служащим. Женщина поняла, что её пытаются обмануть, и решила подыграть. Она продиктовала номер карты с кодом на обратной стороне, на которой не было средств. Но шутка стоила дорого. Получив доступ к онлайн-кабинету путём получения номера карты и цифры с обратной стороне, зашли в онлайн-кабинет банка. И все денежные средства, которые были на счетах, в том числе на сберегательные книжки, порядка полумиллиона рублей похитили. А потому самый действенный метод защитить себя от обмана – просто сбросить телефонный звонок. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.